всем привет меня зовут майкл наки и это свежая сводка с русланом левиевым где мы обсудили кто именно обстреливает донецкой что удалось установить команде конфликт интеллигент steam действительно ли это украинские войска или это самострелы что называется в виду видео которые появились в последние дни все это мы обсудили с русланом левиевым а также многое другое что сейчас происходит на фронте где идут основные бои что там с поставками вооружений и в конце руслан левиев показывает эксклюзивные кадры как он сам лично летает над дачами чиновников на кого бы они не были записаны как его пытаются сбить из специальной пушки для того чтобы сбивать дроны в общем все это будет сегодняшние сводки ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал все меньше и меньше людей это делает хоть это реально помогает продвигать видео но дело за вами не хотите как говорится что я что я могу поделать только вас попросить ну и поддерживайте нас на патреоне ссылки на патреона в описании так свежая сводка с русланом левиевым привет руслан расскажи пожалуйста что ваша команда увидела узнала услышала за эту за этот день и на что обратила внимание ну во первых заявляется что вооруженные силы украины украины освободили села заводы и спиваковка на изюмском направлении давайте я вам покажу их на картах вот здесь вы видите заводы и спиваковка чем особенно интересно это направление что вы я хотел бы отметить это как раз примерно то направление в котором ехал александр бородай несколько дней назад он еще там на видео говорил что вот едем в долгенькая разбирать украинские укрепления что-то в этом роде это вот примерно на этом направлении сейчас еще даже покажу и на картах собственно и именно на том видео с бородаем мы там заметили танк т-80 у который он вообще находится только у 4 кантемировской дивизии и я тогда говорил что у нас нету полной верности что они там полностью все воюют вся четыре так теперская дивизия может быть только они просто мимо проезжали ну вот это как раз то самое направление то есть мы по-прежнему не уверен что они там все там но пример это это она и было так пойдем дальше также из важного к востоку от харькова российские силы взяли под контроль рубежная и села и избитская опять же покажу на карте вообще к востоку от харькова сейчас православные пункты которые я говорю это вот то самое украинское контрнаступление где она проходила ранее где отбивали до самого и до самой границы российские войска и была терновая она приходила под контроль то украины то россии то украины в россии и с этим связано еще и поселок середа российские вот здесь вот он виден который постоянно попадал под обстрелы и я тогда рассказывал что почему-то его до сих пор не эвакуирует так вот мы здесь же видим все рубежное и села избитская заявляется что они перешли под контролью россии да конкретно здесь на карте вы видите что они закрашены синим цветом как бы показывая что они находятся под контролем украины но здесь важно понимать такую вещь вообще нету ни одного такого сервиса который вам на сто процентов скажет и где какое слово какой район сейчас почима контролем если вы хотите следить в таком ежедневном режиме за линии фронта то вам нужно смотреть сразу несколько источников и собирать скажем так по ним общий итоговый вывод ну что ситуация очень подвижно оперативно и там сегодня могут заявить что тот же рубеж на под контролем россии а к вечеру на может оказаться под контролем украины к следующему трусного под контролем россии поэтому если вы нашли какую-то ошибку на там лайфью и мэп который вам сейчас показывал или на ukraine battle map или еще где-то это не значит что все этот проект плохой и он не умеет делать карты нет просто делать карты крайне сложно поэтому просто смотрите сразу несколько источников и оценивайте ситуацию в общем ну как я и сказал там вот есть небольшое продвижение российских войск к востоку от харькова и они взяли под контроль два села да кстати забыл там показать что это направление еще важно тем что здесь как раз рядом находится волчанск и шебекина это вот одна из основных линий снабжения которые для российских войск существуют они там сбил из белгорода едут на шебекина пересекать границу там дальше через волчанской едут далее на донбасс поставляя и вооружение и технику и личный состав именно по этому направлению поэтому здесь и украинская сторона пыталась как-то больше пробиться к этой трассе чтобы тем самым перерезать снабжение российских войск и российская сторона понимала эту проблему тоже и старалась контратаковать украинские позиции на этом направлении также сейчас складывается опасная ситуация для гордого золотое в северодонецком выступе опять же показываю сейчас на карте сейчас я вам покажу северодонецкий выступ у нас находится вот здесь а золотое вообще весь выступ это вот мешок грубо говоря которым не окрашен красным мы его называем северодонецким выступом и вот золотый город золотое вот он здесь внизу он сейчас довольно таки опасной ситуации потому что российские войска вышли на восточные крайные камышевахи вот она камышеваха которые являются фактически западными окраами окраинами золотого между ними лес да и там говорят что какой-то находится такое укрепление серьезное для украинских войск который еще предстоит воевать но в целом ситуация крайне сложно потому что из со второй стороны тоже мы видим поступают российские войска до трассы для того чтобы выехать из города золотое для украинских войск есть но ситуация в этом плане все равно опасно и сложно и по-моему даже было заявление на лост-армере комментарий на старые да вот он комментарий на лост-армере я напомню что лост-армер вообще он изначально проект тоже по всяком отслеживанию техники потерны и оружие и она будет более такой прокремлевский проект ну точнее про российский про сепаратистский поэтому в основном комментарии там именно за в поддержку днр лнр так называемых россии и вот они там пишут что да там принципе там победа за нами и украинцам осталось немного в этом районе и вот золотое оказалось в таком вот мешке поэтому ситуация для этого города в данном в данном направлении действительно крайне тяжелое еще из интересного в очередном видео разговора с военнопленными я напомню есть такой гражданский журналист как он его себя называет или просто блогер владимир золкин по моему его зовут который регулярно снимает а можно сказать что это интервью наверное с военнопленными российскими военнопленными задаваем различные камерные вопросы и вот в очередном таком видео что для нам казалось примечательным там солдат из 205 мотостроковой бригады которые у которой пункт поставить локации в буденовске он звонит матери по ватсапу там дальше идет типичный такой довольно таки разговор и мать говорит что она вот поедет в войсковую часть но чтобы как-то решить ситуацию со своим сыном который оказался в плену и ей сын отвечать что да у нас там по пд остались ну то есть пункте поставить локации остались там три солдата два офицера ну то есть грубо говоря никого там особо не осталось это вот ровно та ситуация о которой мы говорили в контексте о подготовке резервных батальонов потому что я напомню как они формируются на основе того документа который было в нашем распоряжении из генштаба берут так называемый 3 батальон это батальон низшей готовности существующих в бригадах и полках в котором обычно служат срочники из этого батальона забирают офицеров командиров различных к ним добавляют резервистов это те самые люди которые находились в трудом-давно отслужили находились в запасе и мы им звонили из военкомата приглашали подписать какой-то краткосрочный контракт и большие деньги вот этих резервистов добавляет к этим офицерам дальше обучать на полигоне и дальше отправляет на войну когда мы рассказывали подготовки этих резервных батальонов и я говорил что если идет ротации или дополнение сил именно вот таким вот способом через 3 батальоны то это означает что действительно в пунктах с локации толком особо никого не останется не останется даже офицеров которые могли бы обучать новых срочников если будет какая-то прям всеобщая мобилизация не будет офицер обучать мобилизованных и техника тоже будет по большей части забрана и вот этот эффект мы и видимо об этом сам солдат и говорит что у нас там в буденовске осталось три солдата два офицера особо больше никого то есть ну там особо некого искать вот это последствия то есть самые тех самых резервных батальонов мэра святогорского как ну во первых начал наверно покажу вас это город где находится чтобы напомнить вам где вообще находится святогорск он находится чуть соответственно у нас западнее севера донецка вот он святогорск мы его часто обсуждали в контексте того что есть всехсвятский скид святогорска лавры который находится на другом берегу вот здесь вот который сгорел и про который российские войска говорили что это украинцы сами подожгли и здесь же все тогорске снимала свой репортаж семён пегов он ходил там по городу рассказывал что все святогорск наш ну так вот где почему я сейчас вспоминаю про святогорск мэр святогорска он решил все-таки переметнуться на другую сторону он встретился с денисом пушилиным вот их фотография совместная и решил решил сотрудничать просто сепаратистами то есть ну вот такой вот его выбор к сожалению но посмотрим как в будущем для него это обернется чем то что мы видим что порой и некоторые украинские притязаны стараются отслеживать таких коллаборантов и удивительно конечно что как сильно они начали все копировать стиль зеленской администрации заменив костюма значит даже всякий цвет хайки да я сейчас не такая футболка но в этом милитаре футбол да 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 действительно я тоже заметил этот эффект очень такое копирование стиля но я ты видел я не знаю ты видел или нет но меня вчера прям поразило что кадыров попробовал завести своего пса патрона значит у них есть такой питбуль собачка вот которого они якобы привезли из мариуполе вот они пытаются из него тоже делать какого-то значит такого пса который значит помогает что-то вот там делать в военных условиях удивительно конечно ну окей ну да ну продолжая дальше по сводке российские войска ночью обстреляли из ураганов город зеленодольск не пропетровской области в результате один человек погиб еще пять были ранены также появилось видео из донецка сняты местным жителям на нем слышны как бы прилеты снарядов и вот это вот видео хотел бы осветить отдельно я не могу его показать потому что мы говорили что видим мы не показываем мало ли там youtube как будет ругаться на подобные видеозаписи но вообще почему почему она важно буквально вчера и в сводке я говорил что да мы видим ваши постоянные вопросы что там происходит донецке почему эти обстрелы постоянно происходит кто этот донецк обстреливают украинцы или россияне и я отвечал что мы пока не обладаем достаточными доказательствами чтобы с уверенностью сказать что донецк обстреливают там то ли свои там сепаратисты россияне то ли украинцы то есть до местами те фотографии которые показывают сепаратисты с воронками и показывает воронкометрию то есть откуда прилетел снаряд они верны мы их проверили и подтвердили что да направление прилета снаряда указано верно с другой стороны я подчеркивал что есть просто поразительно много слухов сообщений разговоров о том что донецк обстреливают свои же и вот эта вот видеозапись которая появилась сейчас в интернете она будет в материалах это когда она будет в материалах они мы слышим очень примечательные такие моменты из-за которых из-за которых становится понятно почему многие местные жители думают что обстреливают город прям свои же потому что там слышны так называемые минуса и плюса что такое минус и плюс в контексте войны что под этим подразумевает вообще обычно минусом называют исходящий выстрел и там в основном это гречи оба артиллерии либо минометах то есть когда вы слышите взрыв точение взрыва выстрел хлопок и там за и активностью заполняя град или миномета или какой-нибудь гаубицы вот самого звука выстрела это минус исходящий и когда вы видите сообщение в датам из местных пабликов из донецка вы можете часто встретить сообщение вроде слышим исходящие минуса в районе таком-то донецком исходящие минуса это значит исходящие выстрелы то есть где-то недалеко от человека который написал было либо гаубица либо реактивность темы залпового огня которая начала куда-то куда-то стрелять и вот он слышал минуса исходящие выстрелы плюсы и плюса это соответственно приходящий снаряд то есть когда снаряд попадает какой-то объект там в здании в машину в боекомплект и взрывается вот этот звук попадания взрыва это плюсы и вот чем важно это видео которым сейчас я говорим на нем слышен и минус и плюс то есть а мы слышим исходящий выстрел и буквально происходит проходят две секунды и старят куда-то попадает в городе мы не видим мы куда-то что это где-то там за зданиями но самые звуки и выстрела и прилета слышны отчетливо и сама как бы оператор на это намекать что он не говорит прямо что нас обстреливают свои же но вот смотрите типа нас убивать и как бы под этим видео развернулась дискуссия что фактически это доказали что того что обстреливают свои же мы вчера очень много дискутировали по этому поводу внутри команды на летучки очень подробно разбирали геоцировали это видео там даже несколько смотрели где ближайшие позиции украинских войск то есть может ли быть такое что что просто совпало что там оттуда где-то стреляли и тут выстрелили и в разные значит стороны полетели снаряды и просто совпало что прилетел снаряд мы даже мы даже немного другое следовали может ли быть такое что минуса которые он слышит оператора то исходящий выстрела это те же самые минуса украинских войск который находится недалеко потому что мы геоцировали где он снимал и и исходя из этой гео локации получается что ближайшие позиции украинских войск от этой точки могут быть там примерно в девяти километрах мы не знаем точно можно ли с расстояния 9 километров услышать выстрел гаубицы например не не уверены мы не можем не сказать что нет не слышно и не можем утверждать что до слышно может да может нет но от ближайшей позиции примерно девять километров в теории если кажется мощно гаубицы наверно наверно можно услышать как бы не уверен но допускай что возможно поэтому именно поэтому мы не можем до конца утверждать что исходящий выстрел который слышим на видео это выстрел там точно сепаратистов там своих же для сепаратистов а может быть это украинские военные поэтому все равно несмотря на то что вот появились такие видеозаписи мы все равно не можем окончательно сказать что донецк обстреливают сепаратисты сами сами себя но выглядит подозрительно на выглядит подозрительно и именно вот с такими видеозаписями с ними с такими событиями связано большое количество сообщений от местных жителей что нас обстреливают свои же вот вот откуда это все взялось именно поэтому именно поэтому я вчера говорил что с одной стороны да мы видим воронкометрию сепаратистов которые не показывают фотографиях которая правильно вот но с другой стороны есть вот много 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 таких вот сообщений от местных что это свои же обстреливают да и с политической точки зрения довольно странно потому что сейчас вот ровно тот момент когда идут разговоры о западном вооружении мы помним договоренности различные которые заключались и в целом за эту войну за эти три месяца мы не то чтобы активно видели обстрелы гражданской инфраструктуры с украинской стороны вот почему-то они активизировались обстрелы именно гражданской инфраструктуры именно в тот момент когда это максимально невыгодно украинской стороне и собственно и пушилин и дмитрий песков отдельно на это указывают говорят что вот смотрите значит вот это вот все происходит короче вот совокупность всех этих загадочных обстоятельств она конечно вызывает очень много вопросов и сомнений в том что это делает украинская страна и не очень понятно для чего бы им обстреливать донецк если честно в данный момент вот короче говоря да ситуация и еще пророссийская сторона пытаясь доказать что обстрелили донецк именно украинцы всячески старается подчеркнуть что стреляли из-за калибра 155 миллиметров то есть натовский калибр который естественно есть в этой войне только у украины в россии нет нет такого калибра но и насколько об этом спрашивали но пока что мы не видели ни одного свидетельства того чтобы те дома снаряды которые осколки которых показывают где видно что это 155 миллиметров чтобы они находились прям в воронке то есть есть несколько фотографий где там в руках и держат осколок на написано 155 ну то есть видно маркировка но точно также осколок могли бы могли притащить с фронта откуда-то с другого места нету привод прямо догадались что вот она воронка вот видите там лежат осколки снаряда и вот там вида маркировка без которой понятно что это калибра надо натовский таких фотографий сервис нет если вы их видели встречали пришлите нам мы обязательно исследуем но пока все вот эти заявления которые вы встретите от пророссийской стороны что вот это точно калибра 155 миллиметров из него стреляли доказали с этому нету вот так ну и продолжаем рядом с селом мироцкая это в бычанского районе киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных россиянами мирных жителей там нашли тела си семи человек которых как я понял исходя из сообщения прикреплена к фотографиям то фотографии они зацензурены поэтому там меня нету возможности посмотреть в каком состоянии были числа но написано что есть следы пыток и что их казнили выстрелами в голову и если это действительно выстрел голову то тут уже ситуация абсолютно очевидно что это именно военное преступление это казни в екатеринбурге открыли памятник виде буквы z сейчас я вам покажу фотографию где он умеют так 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 сейчас потерялся чуток фотографии вот открыли вот такой вот памятник в екатеринбурге виде буквы z которая сварена из рельсов и покрашена в цвета георгиевской ленточки вообще это открыто на базе железнодорожного соединения центрального военного округа вот и говорят центральному округе это вообще должна быть символика круг ну и вы на вы наверно много на фотографиях видеозаписях замечали технику на которой разной символикой бывает что буква z бывает что буква v бывает кружочек вот как мы понимаем когда вы видите на войне технику с символикой виде круга это как раз таки центральный военный округ то есть логичнее было здесь в екатеринбурге открыть памятник виде кружочкой ну что центральный военный округ екатеринбург вот но в отличие от буквы z и v в этот о или кружочек он не использовался для пропаганды вот russia today и другими прикремлевскими средствами массовой информации стали таким символом пропаганды войны стали только две буквы z и v хотя и используются еще и другие символы на технике ну и вообще целом а вот эта фотография для лично для меня это место выглядит больше как какая-то могила и не имела такие ассоциации это вызывает так в районе северодонецкого выступа обнаружено украинский комплекс с 300 в 1 опять же попробую сейчас нутину фотографию где вот он это довольно таки старый старенький комплекс его видно что видимо реанимировали привели в боевое состояние и привезли на фронт что в принципе говорит о том что так просто сдавать вот северодонецкий выступ который вам показывал на карте украинцы не планируют то есть они будут биться за него довольно таки долго из усердия михаил подоляк пишет что для того чтобы закончить войну и выкинуть россиян из украины им нужно 1000 гаубиц калибром 155 миллиметров 300 реактивных систем запового огня 500 танков и 2000 единиц бронетехники а и также еще одна тысяча дронов это много но при этом это примерно вдвое меньше чем есть аналогичных единиц техники у россии ну за исключением бронетехники за исключением бронетехники и дронов тоже дронов россии мало а бронетехник какой-нибудь там за тайфуны тигры они быстро и исчезают на этой войне но если говорить например про танки у россии их пример пример там еще около двух тысяч можно там снять со складов привести боевое состояние бросить на фронт если говорить про артиллерию и реактивную и ствольную артиллерию то есть и речи на всем запового огня и гаубицы их тоже примерно там до двух тысяч единиц то есть принципе в этом плане запасов у россии еще полным полно правительство германии обсуждает создание фонда для закупки зерновых контейнеров для пшеницы а также предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе поскольку там колея железнодорожная она разная и но при этом по оценке в наиболее оптимистичном случае если все получится если начнется вывоз зерна который скопился в портах украинских именно по железной дороге то все равно максимум получится вывести порядка 10 миллионов тонн из-за 23 миллионов тонн которые хранятся в портах также военный осведомитель но при такой про кремлевский пророссийский телеграм-канал опубликовал вот эту фотографию на ней мы видим морских пехотинцев россии как заявляет потому что сам военный осведомитель написал что это морская пехота россии около базы полка азов в мариуполе лично мне привлекло вот здесь внимание один момент это арабская вязь на российском флаге на кепках этих военнослужащих здесь тоже видно немного то есть видимо эти морпехи либо недавно либо просто в целом когда-то участвовали в российской операции в сирии там вообще в сирии побывали многие российские военные соединения и спецслужбы и видимо такие вот элементы той войны остались в некоторых из них под николаевом сбили российский беспилотник который проект украина выпенд tracker называет почему-то картограф мы его называем псевдо орлан я вам сейчас его покажу опять же на фотографии вот это вот он сбитые под николаевым и я не знаю кто начал называть картографом кремле а сам украины в этот трекер по проекту он назову картограф для того что его ведут парочка западных адресиков с которыми мы тоже давно взаимодействуем и доверяем им вот но для нас это псевдо орлан здесь вы можете его увидеть примечательную деталь чем отличается он от орлана в глав главную очередь это вот этот блок камер их здесь 12 штук соответственно это очень такой очень дорогой комплекс для разведки картографирования и по нашей теории его используют только самые элитные органы государственной безопасности и военной службы спецслужбы россии в частности служба внешней разведки спецназ фсб какой-нибудь может быть это отдельных особых важных заданиях еще и спецназ гру ну и для примера покажу как в принципе псевдо орланы выглядит в других состояниях более целом чтобы вы могли тоже отличать их на фотографии потому что они были сбиты не раз и на донбассе и в сирии вот все в дарлан опять же вы видите вот там внизу блок камер тот самый вот тоже псевдо орлан сбит в сирии вот тоже из видеозаписи опять же вот он блок камер 12 объективов одна из самых примечательных деталей красота сразу бросается в глаза почему можно сразу отличить орлан от псевдо орлана у орлана хвостовое оперение виде одного келя а здесь все как ведь у него два келя на хвостовом перене вот и соответственно на фотографии из-за николаева тоже видно хвост с двумя келями там вы валяется поэтому отличительным признакам можно сразу отличить обычный орлан от псевдо орлана но так и для того кто не будет не будет внимательно смотреть фотографию и знать про орланы он их легко спутать его с обычным орланом в астраханскую область из украины вернулись местные бойцы росгвардии опять же покажу фотографии вот это такие типичные встречи возвращающихся сил росгвардии мы их за последние дни видели много в разных регионах россии там в основном новости связанные с этим были про то что как вы видите у них лица все скрыты хотя казалось бы нарратив у права российской пропаганды такое что это же герои соответственно почему не скрывает лица если они герои непонятно но таких вот вот отчетов за последние недели было довольно таки много из разных регионов россии мы это не упоминали ранее в сводках но сейчас почему мы решили упомянуть потому что у нас есть две версии того того что происходит почему росгвардейцы возвращаются так массово в россию первое это ротация вообще росгвардейцев в россии много и они могут позволить себе проводить ротацию то есть кто чтобы кто-то отправился обратно в россию на отдых их заменили другие росгвардейцы там занимались себя своими обязанностями росгвардия такое позволить себе может минобороны такое позволить себе не может потому что у минобороны у армии россии 90 процентов контрактников то пригиточная оценка задействована на войне то есть не неким ротировать и вот именно наверное именно для этого в том числе создавались резервные батальоны ну и другая версия у нас тоже есть связанная с этим это то что оккупировать оказалось необходимо не так много территорий потому что как мы видим с киевского черниговского сомского направлений давным давно ушли осталось вот только там херстонская область запорожская области донбасс где нужно оккупировать поэтому силы росгвардии наверно требуется не так много для это купаться может быть какую-то маленькую часть росгвардии оставили для продолжения оккупации а большую часть вывели ну и плюс можно передать функционал оккупации для каких-нибудь военных комбинат комендантур так называемых днр лнр вот может быть с этим тоже связано еще wall street journal опубликовали на взгляд спорную статью и хоть она и спорно почему я ее освещаю вы сейчас в сводке потому что обычно когда такие вещи пишет какое-то крупное авторитетное издание а в острый джон конечно является таковым то сразу ему априори доверяют что раз опишут об этом пишут на западе так то это действительно так что важно в этом статье написано что да у россии еще много оружия ну да мы с этим согласны полностью но самый важный вывод который там дан что если потери будут продолжаться в таком же темпе как сейчас то россия сможет захватить весь донбасс там концу августа начало сентября нам кажется это прямо совершенно необоснованная какая-то оценка прогноз мы как-то в рамам совсем это не верим то есть ладно если бы еще сказали что смогут как-то окружить там донбасс оставшуюся территории но захватить полностью это как-то чересчур оптимистичная оценка для российских хвостов тем более что у нас на календаре полносят 14 же июня до 14 14 июня сегодня то есть уже середина июня а до конца лета осталось не так много а есть еще славянск краматорск и воевать за них придется очень долго северодонецк сколько за него уже борется и сколько раз уже объявляли что все сердитесь под контролем россии там кадыров говорил что там дал команду за три дня взять сера донецкого взяли за три часа а давай в итоге до сих пор промышленный район под контролем украинских войск поэтому в эту оценку wall street journal мы не верим мы с ней не согласны и общаясь по поводу этой статьи с некоторыми нашими западными коллегами тоже военными английскими большинство из них тоже пришли к такому же мнению что это как-то звучит очень странно концу августа начала сентября захватить весь донбасс тем более что да конечно есть вот эти вот проблемы с германией потому что то обещает технику то вроде бы начинает представлять а вроде бы не начинает но все равно пока что мы ожидаем что будет прибытие новой техники в том числе реактивных систем залпового огня от великобритании вот америки для украины и это тоже повлияет на ситуацию довольно серьезным образом на наш взгляд скажи пожалуйста коль скоро мы коснулись а почему вообще вокруг техники из германии такой кипиш ну то есть потому что вроде как есть ленд-лиз американский по которому много должны поставлять есть британия которая активно поставляет есть страны балтии и прочее прочее почему это стало такой серьезной историей в этой повестке там что у германии как-то прям много классного оружия ну насколько я понимаю во первых германия достаточно неплохого оружия но здесь на мой взгляд больше играет роль логистический фактор потому что война и уже идет мы же грамме дом чтобы поставить оружие для там который будет использовать там через два года война и сейчас идет и нужно поставить будет поставить не только сам какой-то комплекс активную систему залпового огня либо гаубица либо еще что-то но и постоянно поставлять снаряды к нему соответственно нужен как можно более короткий маршрут от условной условной базы снабжения или от от донора до линии фронта и от америки он будет самым далеким конечно же германия все-таки поближе и у германии все-таки и средств и возможности для поставки для такого вооружения очевидно больше чем у польши той же то что польша уже там была значительная часть техники своей отдала и окружающие там принять прибалтийские страны тоже страны балтий и не тоже не так богаты как германия поэтому все так видим как он на мой взгляд именно поэтому все так уповают рассчитывают на германию также говоря снова о ласт армере том самом проекте который занимает в основном такую приколевскую позицию там есть довольно таки известный комментатор более известны под ником вейн она как-то связан сепаратистами очень давно от по по их информации пишет разные комментарии и вот он в очередной раз пишет честно помню сделали скриншот или нет что войсках в принципе скриншот не сделал что войсках российских войсках надо брифингами коношенкова смеются и смотрят в принципе его как развлекательную передачу вот и также он расскажет про инцидент о том как телеканал звезда который является подразделением медобороны россии структурным подразделением обращался в димк это департамент информации и массовых коммуникаций где как раз начальником является коношенков минобороны чтобы звезде предоставили материалы по острову змеиный вот ну в итоге они эти материалы не получили и тоже известный аналитик по донбассу он известен по тип псевдонимом некроманцер в твиттере иронизирует над этим поводом а что они могли предоставить если предоставлять нечего не связи с этим поводом вспомнился мой недавний разговор с моим адвокатом который говорил с нашим следователем где-то наши с тобой уголовное дело вот был был была следующая дискуссия то что мы и мы же представляем информацию сводках по открытым источникам то и в основном о том что вот по факту она есть вот и и почему считать недостоверным почему считается что там то что говорит коношенков это априори там сто процентов верно неужели следствие и именно по нашему уголовному делу именно так этому относятся что если коношенков сказал что это вот так они так то это все это уже подтверждено это уже доказано и следователи пахомов прямо так и подтвердил что да у нас позиция именно такая что если официально заявлено что сбили именно миг-29 именно подславянском то это был именно миг-29 именно подславянском а вовсе не су-27 в запорожской области хотя по факту мы знаем что это был су-27 запорожского это просто просто пример одного из таких одной из таких ошибок коношенкова которая была вот недавно на днях я сейчас сходу вспомнил на самом деле проблема этого самого динк департамента информации массовых коммуникаций в целом коношенкова заключается в другом больше они по формально как как это должно происходить когда коношенков и в целом его департамент департамент готовит брифинге он должен получать исходную информацию о других подразделениям обороны россии которые обладают оперативной информацией которые могут рассказать ему чаще происходит на войне сейчас но здесь возникает очень серьезная проблема естественно большая часть такой информации является секретный и чтобы ее огласить в брифинге нужно провести процедуру рассекречивания сначала у нас в минобороны очень многие процедуры очень сильно заберу кратчину и поэтому а риски огромные если ты на брифинге скажешь что-то секретное которое не было рассекречено официально нормально по документам то естественно тебе грозит уголовная статья и довольно таки большой срок поэтому мы много раз это отмечали много раз это замечали еще и по войне в сирии тоже что фактически офицеры департамента информации и массовых коммуникаций минобороны россии они формируют брифинге не на основе отчетов и других подразделений минобороны россии на основе того что они сами тоже найдут в соцсетях там средствах массовой информации комментарии в группах вконтакте какой-нибудь все это как-то собирают аккумулируют нужно понимать что если это опубликовано в сми или вконтакте то это уже заранее ясно что это уже не секретно об опасности разгласить гостайну нету и потом это делать из этого сводку коношенков потом оглашает перед телевизор именно поэтому потом и российские военные войсках смеются над коношенком и воспринимать ее его брифинге как развлекательную передачу и именно поэтому возникают вот такие вот ляпы очень грубые и серьезные также многие сейчас иронизируют на двумя сообщениями разных пророссийских телеграм-каналов об обстреле в донецке в одном и в одном из таких сообщений во первых это телеграм-канал совместного центра по контролю и координации так называемого днр там сообщается об обстреле буденовского района донецка и как я и сказала поскольку они пытаются как хоть как-то доказать причастность украинской страны к обстрелам донецка они каждый раз говорят про артиллерию калибром 155 миллиметров натовский калибр и вот в этом сообщении 13 июня они говорят что буденовский район донецка обстреляли из артиллерии калибром 155 миллиметров и буквально меньше чем через час появляется сообщение в другом пророссийском телеграм-канале где показывают осколки пишут что это тот самый буденовский район донецка как раз тот же самый день 13 июня как вы видите и пишут что обстрел ввелся из реактивной системы залпового огня бм-21 град град это калибр 100 получим 152 миллиметра вот не натовский калибр с одной стороны как будто бы леп но по факту здесь проблема в другом по таким осколкам и конечно же невозможно определить из какого орудия они были были выпущены просто это такая типичная картина ситуация когда если я где-то на донбассе видят осколки от какой-нибудь реактивной системы залпового огня сразу по умолчанию воспринимает град потому что град за все восемь лет войны он наиболее такое видимо распиаренный что там на первом этапе войны там через 15 годах особенно активно из градов обстрелили поэтому скорее всего автор фотографии написал что это осколки града хотя конечно же он не может знать град или или не град но вот на такими сообщениями сейчас некоторые иронизируют в интернете кабинет министров украины разрешила выдавать паспорт гражданина украины а также загран паспорт за границей и это как мы считаем связано не с какими-нибудь не за приемами в гражданство для тех кто там переметнулся с одной стороны на сторону украины это скорее всего все-таки связано именно с беженцами которые временно уехали с территории украины им там нужно оформить паспорт либо загран паспорт его часто такое разрешение от украины появилось вообще из этого сообщения я для себя узнал новая уже долгое время думал и в этом ошибался что украины паспорт и загран паспорт это одно и то же оказывается у них как и в россии все еще существует такое деление и в этом плане как ни странно беларусь оказалась более такой передовой страной то что в беларуси ведь паспорт и загран паспорт это одно и то же один тот же документ но вот украине пока это так литва передаст украине 110 антидроновых пушек собственного производства общей стоимостью полтора миллиона евро и об этом сообщает журналист андрюк топинас мне в связи с этим вспомнилась видеозапись 1 о том как я летала по заказу в бака фонда борьбы с коррупцией снимал дачу сейчас я не вспомню по-моему теща шувалова что ли кажется но это было на боровихе и объект охранялся и федеральная служба охраны и какой-то частной охранной компании я приехал туда в лесок прямо около этой дачи запустил дрон это был джай мавик 2 zoom полетал на даче и поснимал спокойно сел уже собирала собирал вещи и тут прибегать ко мне фасошники вот так и кстати забыл показать фотографию этой пушки которую передают с той самой пушкой листья и вообще сохранил нет нет не искренне ну ладно наверно многие такие вспомнят эту антидроновую пушку на виде виде таких трех условных излучателей больших с огромная такая бандура вот вот именно с такой штукой прибежали ко мне фасошники в лес они нашли меня оператора дрона говорили что они стреляли по мне по моему дрону из этой пушки он почему-то не садился я говорю что я вообще даже не почувствовал что как-то по нему стреляли никаких помех и не почувствовал и только потом после того как меня отвезли там в отделение полиции там все допросили потом приезжала еще фасошники после этого я конечно тайком смог вытащить карту памяти и спрятать видеозапись я вам покажу просто отрывок как это видно с камеры дрона когда по тебе стрелять из этой электромагнитной пушки наша с вами любимая рубрика немного а дрона если вы обратите внимание на всех четырех человек стоящих там один из них так как бы моргает как будто там чаще видно видео да 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 вот у него моргает что-то в руках как будто бы вспышки идут это та самая электромагнитная пушка которая стреляет по дрону просто когда получается такой мощный электромагнитный пучок большой мощности матрица камеры дрона воспринимать это именно таким образом получается такие засветы то есть конечно для человеческого глаза никакие выстрелы не видны ну а камера это и выглядит именно вот так он не смог по тебе попасть ну а я была высота от земли была порядка там 80 90 метров и расстояние от самих этих людей стоящих порядка наверно метров 100 то есть в принципе исходя из технических характеристик таких подобных пушек подразумевается что по идее он должен был меня и захватить и спокойно посадить потому что расстояние небольшое там обычно говорят что такие пушки стреляет там на два километра даже вот а тут он прямо в меня целился вот наша камера видит что как по ней стреляют и навел и начала работать но все равно как-то я никаких помех не почувствовал вообще вот хотя не на небольшое расстояние было но вот этот снимал дачу вот я попытаюсь я спрошу у журала бурва то что он наверняка вспомнит визуально это было дальше если не изменяет память по моему это было чаще чаще шувалова кажется если не изменяет память и и и дача это было около жуковки по моему ну там там в целом такого общий район где все эти чиновники олигархи живут и там охранялась фсошниками ну мне со мной все обошлось спокойно потому что я умею строить правильные легенды я предварился что я просто тут тренируюсь полетом с дроном потому что вот же лесок я же не в москве я же выехал из москвы я подъехал к речке и летал над речкой по я ничего не снимал вот поэтому благодаря поддерживанию такой легенды этому тому что я там не пытался типа не буду говорить без адвоката вот меня продержали там в отделении полиции поговорили со мной фсошники это не рекомендация от руслана друзья руслана прокатил особенно теперь да но потом все таки отпустили и дрон вернули вот такая вот была история и принципе у нас по сводке на сегодня все спасибо большое увидимся в пишите в комментариях нравится ли вам рубрика инсайды от руслана когда мы узнаем о его жизни и эксклюзивы из его полетов пишите об этом в комментариях спасибо большое что посмотрели спасибо что помогаете эти видео распространять и поддерживаете нас на различных сервисах потому что это помогает нам продолжать делать то что мы делаем несмотря на недовольство со стороны следственного комитета генеральной прокуратуры и остальных говноедов до скорых встреч всего доброго пока и